Когда коту делать нечего, что он делает? Есть такая поговорка. Когда человеку делать нечего, что он делает? В молодом возрасте начинает буянить, по подъездам шататься. В более зрелом возрасте он начинает на стакан садиться. Я предлагаю другой вариант. Чтобы вам было чем заняться. И в том числе и в молодом возрасте, и тем, кому уже ближе к 40. Потому что те, кто ближе к 40, помнят еще то время. Время стендового моделизма. Когда мы покупали, ну не такие распространенные, но они были. Пластмассовые модельки, танки, самолеты, корабли. И вот вечером. Классно. До полуночи посидеть, собрать что-то. В случае с детьми вашими, им всегда будет чем заняться. И у них, конечно, навыков нет столько. Поэтому несколько дней, может быть месяц, они будут заняты делом. На это, согласитесь, лучше, чем шататься по подъездам. Где эти модельки продаются? Здесь, в гостином дворе. Человек-то ведь букашка, по сути. И на все, что своими руками создано, грандиозного, будь то здание, самолет, машина или танк, он может смотреть только снизу, не понимая сути происходящего. А создано за последние тысячи лет немало интересного. Естественно, большая часть из них канула в лету. Но интерес-то остается. Будь то мальчик или девочка, дедушка или бабушка. Уже сейчас, не будучи стариком, хочется при виде дешевого ширпотреба игрушек сказать, а вот в наше время зилы были похожи на зилы, газоны на газоны, и таких вещей много. Стендовый моделизм при своей доступности сейчас позволяет владеть собственным легионом, автопарком, армией или флотом, и воздушным в том числе. Ну а то, что это в большей степени развивает ребенка, чем лего, и прочий ширпотреб, говорить-то не приходится. При всем уважении к лего, это никак не сборочные конвейеры для настоящей техники, состоящие из панелей, узлов и оружия. К оружию у россиян отношение-то ведь особое. Нам его запрещают иметь, пометуя о народном гневе, что ли? Но с оружием мы разгромили Наполеона, вернули контроль над всеми морями, с огромными потерями, но выиграли и Первую, и Вторую мировую. И 70 лет заставляли мир прислушаться к мнению тогда еще единой сверхдержавы, с не самым большим по мировым масштабам населением. Да и сейчас, имея ничтожные по мировым меркам экономические показатели, космос за нами, авиационные и ракетные технологии тоже. Потеряем ли мы это вопрос ближайшего будущего? Будущего того поколения, которое ходит в школу, и еще только в начальную. Потому как остальное мы, увы, в погоне за кредитными автомобилями и ипотечными кредитами потеряли. Хотя, давайте проверим это. Возьмем интернет-зависимого геймера и приведем сюда, в гостиный двор, в салон стендового моделизма, и внимательно посмотрим за глазами. Если увидим огонек интереса, то значит, не все еще потеряно. Вот лично мне повезло родиться в том государстве, в котором ценились руки и мозги. И самое забавное, что к 40 годам почему-то я и то, и другое не пропил, не потерял. Мало того, сейчас я могу понимать такой факт, что государство не существует, если оно не понимает свою историю. Вот, допустим, в Соединенных Штатах Америки Любой образец вооружения там сохранен для музеев. У нас что? Единственный Ил-2, который стоит в Самаре, обидный. Но историю надо изучать. Историю изучать на макетах. Макеты – это стендовый моделизм. Единственное место в Магнитогорске, да, по-моему, даже на всем Южном Урале, где вы можете себе приобрести частичку истории – это здесь, в гостином дворе. Ну, продуктовая очередь, что ближе к храму. Здесь вот лифт ходит. Так что не потеряйтесь. Что сегодня меня особо порадовало? Так это, опять же, повторюсь, тот великолепный ассортимент к 23 февраля. Мужики, дедушки, папы и особенно дети, вам просто необходимо знать, из чего это сделано. Так вот, есть передача, из чего это сделано. Оригинальная передача, не переделанная под формат ТВ-3, и под формат СТС. Она идет на телеканале Discovery. Вот, и финансирует ее BBC. Ну, там люди как-то заботятся об истории и вообще воспитании интеллектуального потенциала будущего нации. Вот, ну ладно, на СТС ее ведет КВН-щик, на ТВ-3 радио-Диджей. Ладно, послушайте, инженера, из чего это сделано? И вообще, как собирается самолет? Это надо понять просто, купив себе, допустим, модель в масштабе 1,32. Таких штабов в моем молодости и не было. И очень зря. Потому что, ну, здесь идет максимальная интеллировка. Элементы подвески, торсионы, сопла, плоскости, стабилизаторы, двигатели. И вы посмотрите, какая это будет машинка. Вот он, движочек. То есть, из чего это сделано будет вполне понятно. И человек уже сможет, ну, допустим, летая на самолете, с должным уважением относиться к той технике. И уже не будет вот этих вот шоковых заявлений. А, самолет где-то упал. И вообще, что это так страшно? Нет, все будет понятно. И вашему ребенку будет понятно, из чего это сделано. Да, и вот вспоминается год 97-й. Зарплаты как раз были под штуку баксов. Так сейчас. Съездили в Америку, и я там увидел, и обалдел. Модель? Нет, не самолета, а звездолета. Enterprise. Из сериала Star Trek. Сейчас вышел художественный фильм. Вот такой, кстати. Вот. Как так? А вот так вот. Оказывается, люди собирают и фантастические модели. И вот эта фантастическая коллекция. Все. Просто бегу и тапочки теряю. Вот. Вот этот шагатель. Из Звездных войн. Пятая часть. И особая информация для тех, кто не хочет мараться с клеем. Это, кстати, и про меня в том числе. И красить модели. Эти. Звездолеты. Они все крашены. И собираются без клея. И вот. Зря не было этой коллекции. Специально для меня ее привезли. Надо было чуть раньше. Потому что те модели, которые у меня есть, 48-го масштаба, мои коты долбили постоянно. В чем я, соответственно, выражался и не всегда нормативной лексикой. Вот. Теперь уронил. Если что, собрал на место, поставил все. Ладно. И в заключении. Про цены, естественно. Вот эта техника расплодилась везде и всюду. И везде и всюду она стоит 1700 и 2100 рублей. Здесь радиоуправляемые, точнее, инфракрасноуправляемые реальные вещи, которые летают по дому, 1100 рублей. Дешевле не найдете. Конечно, нашим торговым центрам далеко. До мегамаркетов Самары, Екатеринбурга и Москвы. Но они есть. Другое дело, что в них особо брать-то нечего. Ну, вот одно место есть. Это гостиный двор. Где мы, допустим, сегодня вам показали новинки. Вот стендового моделизма. Вещи очень приятные. И для меня очень интересные. Думаю, будут интересны и для вас.